Экс-участница холостяка 11 Юлия Бельченко, Зайка, и блогер Дмитрий Шевчук оказались в центре скандала. Их обвинили в мошенничестве. Летом 2021 года Бельченко и Шевчук запустили курс под названием «Четенький СММ». Оба обещали участникам курса рассказать обо всех тонкостях продвижения бренда в соцсетях, поделиться собственным опытом и научить зарабатывать в интернете. Бизнес-план сработал, блогеры получили деньги, но их ученики пожаловались на некачественный контент, поверхностные знания и недобросовестное выполнение работы со стороны организаторов. Курс блогеров содержал несколько пакетов с разной стоимостью. Стартовая цена – 4000 гривен, в то же время за индивидуальный пакет необходимо заплатить 15000 гривен. Впервые о недобросовестности Бельченко заявила Марина Левченко, которая приобрела самый дорогой тариф на курсе. В своем инстаграм-аккаунте девушка рассказала, что не боялась отдавать такую крупную сумму, поскольку давно следила за Юлией Зайкой в соцсетях. По мнению девушки, Бельченко проявила себя с положительной стороны и на холостяке. Именно поэтому после прохождения курса ученица не решилась критиковать детище кумира, однако ее позиция изменилась. По словам девушки, она хотела поучиться у профессионалов, пообщаться с кураторами и получить объективную оценку собственных умений, но за 15000 гривен ей не дали даже базовых знаний. Все было настолько поверхностно, что даже для новичков этого недостаточно. В моем пакете не выполнено ни одного нормального пункта, за который я заплатила такую сумму. Не было нормальных уроков и консультаций, видео, которые реально учат чему-то, а не вода из интернета и примеры украденных с других курсов. Юля даже не предоставила своих работ по СММ. Видео с ней было несколько и только о том, как отфотошопить лицо в фотошопе, прокомментировала Марина. Еще одна участница блогеров Надежда Кобища рассказала, что приобрела курс за 8000 гривен. В тарифе, который она купила, предполагалась обратная связь от преподавателей. Однако общение с Юлей и Дмитрием ограничилось фразами «молодец», «все учла» или «хорошо постаралась». Никаких реальных оценок и разбора домашнего задания не было. У меня исчезла мотивация проходить этот курс до конца. Самое интересное началось после окончания, через несколько месяцев, когда люди начали высказывать свои правдивые отзывы о курсе. Сначала почистили чаты, а потом вообще их удалили, рассказала Надежда. Как отмечает девушка, Юля и Дмитрий обещали участникам курса помочь с поисками реальных клиентов для дальнейшего трудоустройства в агентство, но этого не произошло. Еще одна участница курса даже уволилась с работы с надеждой овладеть новой профессией. Девушка купила курс за кредитные средства, но инвестиция не окупилась. Я абсолютно ничего не понимала в СММ, поэтому мне казалось, что все нормально, курсы ок. Потом нашла себе бесплатного клиента и тут столкнулась со сложностью. То, что я делала для него, оказалось антитрендом, а нас так учили. Я занялась самообучением и прозрела. Нам реально дали поверхностные знания. Нас учили тому, что есть в свободном доступе в интернете. Нам лили воду. И самообучение узнала гораздо больше, чем на этих курсах, поделилась Юлия. Сейчас ни Бельченко, ни Шевчук обвинения не комментируют. И деньги за обучение отказались возвращать ученикам. С вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Переди вас ждет еще очень много интересных новостей.